Продолжение следует... 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 Кстати, все портреты в нашем фильме из его архива, как и эти строки на обрывках конверта. Мы пили чай из красных чашек, и всех я матерно ругал, а мой запасный карандашик строчил ленивым адрегал, пастернак по духовному наитию Асеева. И вспомнил я ушедших, Колю с женой, ночник мигал, а в уголке, наевшись в волю, Сельвинский тихо хохотал. И хотя карандашная запись никак не походит на почерк автора, эта, по вероятности, забава великих в зимние вечера, вошла в собрание сочинений поэта. Среди сувениров нынешнего города набор открыток. На развороте схема городских улиц, в кружочках номера домов, где жили писатели или куда приезжали к семьям фронтовики. Федин, Ашанин, Павленко, Щипачев, Пастернак, Твардовский. Союз писателей обосновался в так называемом «Доме учителя». Он и до сегодня, словно декорация к спектаклям той поры, Десятилетиями, ожидая реставрации, не закрывается, сделавшись бастионом памяти о чистопольском периоде отечественной литературы. С берез не слышен невесом, слетает желтый лист, Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, Под этот вальс в краю родном любили мы подруг, Под этот вальс ловили мы очей любимых свет, Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал в лесу прифронтовом, И каждый слушал и молчал о чем-то дорогом, И каждый думал о своей, припомнив ту весну, И каждый знал, дорога к ней ведет через войну. Написано в Чистополе и впервые прочитано Исаковским в этих стенах. Здесь ставила спектакль великолепная актриса МХАТа Ангелина Степанова. Здесь начиналось испытание чувств Константина Федина. И нашествие Леонида Леонова. Пьесу, написанную в двух шагах отсюда, В складе, переделанном под жилье рукастом-классиком, Впервые сыграли ленинградские актеры. Тут стали членами Союза писателей молодые Мария Петровых и Виктор Боков. И главы из Василия Теркина Твардовского тоже прозвучали в этом зале. Может быть, никогда прежде атмосфера писательских сборищ Не была столь доброжелательной, Как то холодное и часто голодное время. Я прочту стихотворение Шекспира «Зима». Это из пьесы «Потерянные усилия любви». Итак, «Зима». Когда в сосульках сеновал и дует в руки на дворе, И том дрова приносит в зал, И мерзнет молоко в ведре, И стынет кровь, и всюду грязь, Заводит сыч во тьму вперясь, Тугу, туит, тугу, Ну и пивон вся в сале, Анна трет чугун. Меня по-прежнему кормит чистопольский старик Шекспир. Напишет поэт Авдеева уже из Москвы. Арбузов после вечера в доме учителя Александру Гладкову. В чистополе стоит жить хотя бы из соседства к нему. Гладков, прославленный своей пьесой давным-давно, Кино — это гусарская баллада Рязанова, Станет при Пастернаке, как и Керман при Гёте, Превратив свои встречи в книгу. В сумрачные 70-е она вышла в Париже, И лишь 30 лет спустя, в новом веке, у нас. Порой личные письма поэтов становятся достоянием миллионов. Это письмо Алексея Суркова жене в Чистополь Стало всем известной песней в «Землянке», Музыку которой написал Константин Листов. Бьется в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в «Землянке» гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебе мне шептали Кусты в белоснежных полях Под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Стихи, которые потом стали называться «Песней в «Землянке», Были написаны мной не для печати. А потом оказалось, Что эти стихи стали песней И пошли гулять По всем участкам нашего длинного-длинного фронта. Ты сейчас далеко-далеко Между нами снега и снега Для тебя не дойти нелегко А до смерти четыре шага Пой гармоника в юге на зло Закутавшие счастья зови Деревня Кашино под Москвой, Где была написана «Землянка», Теперь отмечена памятной доской, Установленной вот этими ребятами Из клуба «Исток». Младшему из них 15 лет, Старшему 23. Мемориальный музей Пастернака Тоже возник снизу, Из любви к отечественной литературе, Которую, однако, охотно поддержало Руководство и города, и Татарстана. Нина Степана Харитонова, Учительница, краевед, Собиратель и хранитель Наследия военных лет. С нее начинался этот музей, Открывшийся в 1990 году, Наравне с Переделкинским. Да и наш фильм задумывался Вместе с Ниной Степаной Лет 12 назад. И с ней, и с Любовью Григорьевны Демченко, Бессменным директором музея, Мы были в давней переписке, Сблизившей меня с городом детства Задолго до желанного свидания. Музей превратился в культурный центр, Место самых разных творческих встреч И выставок. Здесь нашло приют И Чистопольское отделение мемориала. Последние семь лет День рождения Пастернака Знаменуется республиканским Школьным конкурсом, Который ведет Любовь Григорьевна Демченко. Конкурс «Каждый год» Имеет еще маленькую подтему Самостоятельную. Вот если общая тема Цель творчества – самоотдача, То подтема этого года Поэзия Серебряного века. По мне, в стихах Все быть должно не кстати, Не так, как у людей. Когда вы знали, Из какого сора Растут стихи, Не ведая стыда. Как весело сиял снежинками Ваш серый мой заболеемех, Как по рождественскому рынку Мы искали ленты ярче всех, Как розовыми несладкими Я вовремя обелась шесть, Как всеми рыжими лошадками Я умилялась в вашу честь. Как в час, когда народ расходится, Мы нехотя вошли в собор, Как на старинной Богородице Мы расстановили взор. Вы не ребенок, Дорогой, золотой, Несравненный мой поэт. Как могло случиться, Что, слушав и слышав вас Неоднократно, Я оплошал. Версты и версты И версты И черствый хлеб, Рокот цыганских телег С пять убегающих рек. Рокот. Ах, на цыганской, На райской, На ранней заре. Помните утренний ветер И степь серебря. Отчего, Игучи со мной в попущихи, Не сказали мне вы Слово-слово следующее. Борис Леонидович, Мне думается, Вы поэт. Остается, вам совсем не приходится Восхищаться современниками. Я тоже поэт. Если вы хотите пережить Бурное восхищение читателя на миг, И почитателя на весь век свой, Примите к сведению, Борис Леонидович, И передайте друзьям нашим, Осеева, Ахматова и Тени Болка, Что случай восхититься Так выдался на днях. Прочтите версты. Я хочу написать большой роман С любовью, с героиней, Как бальзак. Это сплав вдохновений И сухожилий. Не рассорили, Рассорили, Расслоили стена даров, Расселили нас, как орлов, Заговорщиков версты дали, Не расстроили, Растеряли. Ах, Марина, Давно уже время, Да и труд не такой уж ахти, Твой заброшенный прах в реквиеме Из Елабги перенести. Торжество твоего переноса Я задумал в прошлом году На снегами пустынного плеса, Где зимуют баркасы во льду. В тот день мы попали На литературную композицию Нижнекамской гимназии, Основанную на переписке Цветаева и Пастернака Начало 20-х. Общаясь с гимназистами В кулуарах конкурса, Вдруг замечаешь, Что их речь почти начисто Лишена столь частых Ныне мусорных слов. Как бы, Тип того, Короче И тому подобных. Как тут не вспомнить Евтушенковское Слава Богу, Есть литература. Лучшая история Руси. Эти строки Могли бы стать эпиграфом К сегодняшнему бытию Старинного города На камне. Мело весь месяц в феврале. Февраль – Время стихов и свадеб. Крепкий мороз в феврале, По народному поверью, Обещает крепость Семейных уз. Этим молодым повезло, Мороз минус 30. Немало сказано, Что дал Чистополь Пастернаку? А как живет город Под сенью признаний поэта? Я почти до слез Сорвусь назад В теме дичи Этой прикамской зимы, Которой я обязан столь многим. Или Был 1943 год, И Чистополь – Городок детского И писательского поселения, Который благодаря этому Казался посвященным Детству и сосредоточению. Я любил его за морозы, Солнце, Скромную сытность И тепло. Это надпись В те далекие времена, Когда Чистопольские дети Станут взрослыми, А нынешний морозный полдень Милым и добрым воспоминанием. Мы, Чистопольские дети, Стали ездить В этот небалованный Хроникой город, Уже обогнав По возрасту тех, Кто строками стихов И писем Манил нас обратно На берег Камы. А нас было пятьсот От младенцев, Как Оля Твардовская, До взрослых пионеров, Как Юра Томашевский, Алеша Баталов, Никита Шкловский, Тимур Гайдар, Мур Эфрон, Стасик Нейгаус. Тут малыши научились Ходить и говорить, И первые слова У всех схожие, Трудные, Как нарочно все С буквы «р». Их то и дело Слышишь от взрослых. Керосин, Его надо достать И беречь. Дрова. Их тоже надо достать И расколоть. Важное слово «рынок». Туда относят Красивые вещи, А приносят домой еду. Еще трудней Медсестра. Так называется мама. Зинаида Николаевна Пастернак Стала при интернате Сестрой-хозяйкой, Ревностно следя, Чтобы ни одно зернышко Не ушло на сторону. Пастернак Очень гордился Работой жены, Как свидетельствуют Его письма. Если твое детство Начиналось В Чистополе, Теперь У тебя есть место На земле, Где ты Незаслужен Обласка, Где тебя Всегда Привечают Только за то, Что ты был В этом городе В самые тяжкие Его годы. Чистопольские дети, Кто постарше, Были привезены Сюда прямо Из детского сада И пионерского Лагеря Литфонда В подмосковном Внуково После первых Июльских Бомбежек Москвы Фотографии Той поры Единичны, Видно было Не до того Наташа Суркова С мамой Софьей Кревс Это ей написана Землянка Миша и Боря Ардовы С отцом Леня Пастернак С отцом Галя Васильева Варя Арбузова Мы с мамой Наш московский адрес Гоголевский бульвар Поменялся на улицу Колоксионова В городе Чистополе Татарской Автономной Республики Тщетно Расспрашиваю Соседей Не помнит ли кто Просковь Васильевна Григория Степановича Нюру Саню Хозяев этого Зеленого дома Мы с мамой И бабушкой Жили в комнате Где главенствовала Белая печь С лежанкой Куда взбирался Кто-нибудь Из хозяйской семьи В случае простуды Прогреваться Если повернуть С нашей улицы Направо Придешь к дому Треневых Автор пьесы Любовь Яровая Идущий во всех Театрах Огромной страны Увидел этот спектакль И на сцене Дома учителя Его зять Петр Павленко Фильмы по его сценариям Клятвы И падение Берлина В ряду Официальной киноклассики Он приезжал С фронта К сыновьям И жене Наталье Будущей известной Переводчице Американской литературы Свернуть налево С нашей улицы Увидишь Дом Твардовских Мария Ларионовна Сохранила Все письма Пришедшие сюда От мужа А дочери Оля и Валя Недавно Опубликовали Их отдельной книгой В этом документе Военных лет Написанном Рукой Большого поэта Прочитывается И военная Одиссея Моего отца Мы писем Не получали Отец Пропал Без вести Мама Отправилась В Москву Искать По военкоматам Хоть что-то О нем Известное А в доме Учителя Уже почтили Его память Бабушка На поминальное Собрание Не пошла Не хотела Верить В гибель сына И Твардовский В письмах Жене Настойчиво Повторяет Скажи Долматовским Надежда Есть Приехав На короткую Побывку Он взял У бабушки Письма Которые Она упорно Писала Сыну Твардовский Всегда Держал Их В своей Полевой Сумке Отец Не погиб Тяжело Раненый Он попал В плен В уманский Лагерь Бежал Едва Живого Его подобрала И выходила Украинская Колхозница Мария Михайловна Вербина С семьей Которой Отец Дружил До конца Своих дней А когда Вышел К своим Получил От Твардовского Пачку Чистопольских Писем Из этой Книги Твардовского Я теперь Точно знаю День Единственного Приезда Отца В Чистополь 28 апреля 42 года Пора Ледоходу На камень Вдали От фронтовых Дорог Есть Светлоглазый Городок Не затемняют Там огни И ночью Света Провел Немного Дней Пока Прошел Апрельский Лед Маму Перестали Звать Молодой Вдовой Я стала Просто Девочкой Без приставки Бедная Мы стали Получать Папины Письма Отец Прошел Всю войну От Сталинграда До Берлина Вот он С Василием Гроссманом Который Вынес Его С поля Боя После Очередного Ранения Вот Отец Читает Стихи В Поверженном Берлине На родине Гетта В первые дни мира С Алексеем Сурковым Мама Четвертьвека Вела отдел Поэзии В новом мире Твардовского И Симонова Вот Жи Было Чем Пополнить Фондер Гали Дома Остался Лишь Пакет С надписью Эвакуация Где Оказались Любительские Фотографии Свидетельство Об окончании С отличием Курсов Медсестер Справка С места Работы Из Госпиталя И еще Новомирский Конверт Письмо От Пастернака Хранить Написано Еще в хорошие Дни Доктора Живаго До скандала Наверное И автору И адресату Было бы приятно Знать, что Это письмо Хранится В Чистополе В доме В доме Где поэт Провел Два Военных Года Дорогая Софья Софья Григорьевна Вот как шло У нас дело Моя проза Подошла И на радостях Мне предложили Дополнить ее стихами Мне эта комбинация Улыбнулась Нам тоже Улыбнулась Сегодня Наконец В музее Появился Первый подлинник Рокописи Бориса Пастернака Притом Не один экспонат А еще Второй Это Конверт Новомировский Настоящий Того времени В котором И хранилось Это письмо Сразу Два экспоната Какая роскошь Для нашего Маленького музея Любовь Григорьевна Провела меня В хранилище Случайных Трофеев Музея Жители города Привозят в музей Много предметов Этот кувшин Попал Также В музей Хозяйка Его Рассказывала Нам Что Он Достался Ей От Семьи Долматовского Что в моем Неголодном детстве Было получено За этот кувшин С картинкой Из непонятной Мне басни Про глупые Лису Называвшую Лиловый Виноград Зеленым Живем Скромно Продаем Если продаются Вещи Пишет бабушка Сыну на фронт Все Маломальски Ценно Из домашнего Имущества Я съела С пшенной кашей С медом Война Преобразила Чистополь Удвоив Его население Угнездив Здесь Как оказалось Навсегда Новую промышленность Главным Городообразующим Стал Второй Московский Часовой Завод Принадлежность Его значится На мемориальных Табличках Наркомат Минометного Вооружения В первые месяцы Завод Завод занял Все здания Старинных Учебных Заведений А их было Немало Только этот Гигант И привлекал Внимание Кинохроники К Чистополю На протяжении Десятилетий Организовать Поточную Обработку Мины Можно и Путем Других Транспортных Средств В цехе Обработки Мин В пролете Установлен Так называемый Рольганг Это большие Металлические Катушки Свободно Вращающиеся На своей оси Легким движением Рабочий Подталкивает Вперед Лоток С обработанными Им Изделиями Который Продвигается На следующие Операции В цехах Где применен Поточный Способ Производства Все станки Расставлены По технологическому Циклу Итак Русской Женщине Да разве Ж об этом Расскажешь В какие Ты годы Жила Какая Безмерная Тяжесть На женские Плечи Легла В то Утро Простился С тобою Твой Муж Или брат Или сын И ты Со Своей Судьбою Осталась Один На Один К началу Выпуска Военной Продукции Впрямую Причастен Михаил Исаковский Его стихотворение Припомним Друзья И подруги Висело В каждом Цехе Где машинописанное А где От руки Написанное И он сам Читал его На торжестве Открытия Тончайший Лирический Поэт Исаковский Не брезговал Никакой Черной Газетной Работой В Прикамской Комуни Регулярно Появлялись Его филитоны И если Его повесть О Чистопольской Бани Не сократила Очереди В городе Увеличившемся Вдвое То все Перебои С водой Ликвидировала В Прикамской Комуни Печатались Многие Московские Чистопольцы Раритеты Командирские Производство 1943 года Сегодня Предмет Вожделения Коллекционеров Эти часы Влагонепроницаемы Их можно Испытать На шоссе На прочность За это Качество Часы Восток Бои Достойны Золотой Медали Лейпцигской Ярмарки Заказы На часы Присылают Фирмы Более 50 Стран Часы Значатся На гербе Города Советского Времени После войны Завод Пристроил К старому Городу Новый Современный Поселок Отвечавший По требностям Предприятия С его 12 тысячами Рабочих Увы Приход Капитализма В Россию И развитие Электроники Порушили Заводское Благоденствие Гигант Распался На множество Ячеек И теперь Слава Прогремевших На весь мир Механических Часов Командирские Или Восток Побывавших В космосе Или Амфибия Поддерживается Лишь одним Коллективом Чтобы не дать Исчезнуть Знаменитой Марке Лишьсяки Порушили Аллах Порушили Деньги Затем Лишься Деньги Исчезн Порушили Затем Порушили Субтитры сделал DimaTorzok Остатки недавнего процветания. За этими елями филиал авиационного института. К счастью, несмотря на кризис действующего. Кризис нипочем другому гиганту. Старинному ликероводочному. Визит туда обставлен построже. С себя снимут все украшения, проверят, нет ли на открытых частях тела царапин, словом, чего-либо способного занести инфекцию. Субтитры сделал DimaTorzok Глаз этой девушки натренирован на поиск посторонних частиц кристально-прозрачной жидкости. Нарушенная герметичность трубки немедленно отправляет бутылку в брак. Только трезвый человек способен к созиданию. Это лозунг многолетнего директора Гимаева, чье имя теперь носит завод. Непременный музей завода, отсчитывающего второе столетие с начала 20 века. Первенец городской индустрии в советские годы наращивал мощности под знаменем марксизма. Знамя подлинное, гордость старожилов завода. На подступах к еще одному официальному заведению, возраст которого перевалил за полтора века, городской пейзаж теряет свою привлекательность. Чистопольская тюрьма особую известность приобрела в 70-е годы прошлого века, когда к уголовникам стали селить и политических. Журналист Сергей Григорянц, биофизик Сергей Ковалев, физик Михаил Казачков, писатель Анатолий Марченко, математик Натан Щаранский. Борцы за демократические преобразования страны были этой страной признаны антисоветчиками, которых следовало оградить от общества тюремными стенами и решетками. Голодовки Марченко в защиту политзаключенных закончились его смертью в 86-м. Он и похоронен в Чистополе. По традиции, начатый в феврале 62-го обменом советского разведчика Абеля на американского летчика Пауэрса, арестанта Натана Щаранского обменяли на наших раскрытых в Америке разведчиков. 11 февраля 1986-го. Мост Глиники. На границе западного и восточного Берлина. Единственный, а их было без числа, обмен шпионами, запечатленный документально. Других диссидентов освободил указ Ельцина о помиловании. Все чистопольские арестанцы и диссиденты, кроме Ковалева, в конце концов расстались со страной, за которую они так отчаянно боролись. Неугодные ей они пригодились практичному западу, а Щаранский – ближнему востоку. Он получил министерский пост в Израиле. Сегодня старинный тюремный замок преобразован в следственный изолятор. Субтитры создавал DimaTorzok Пять раз в день в морозном воздухе слышен звук намаза. Соборная мечеть Нур после Казанской Альмарджани из самых авторитетных в Татарстане и первой в городе. Построена в 1857 году на деньги купца Якупова. Пожар в 70-е годы прошлого века уничтожил то строение. Возрождена мечеть была довольно быстро на средства прихожан. Нур никогда не закрывался в советское время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гораздо меньше повезло Никольскому собору, возведенному в 1838 году на средства купцов Поляковых. Он закрывался и открывался, пока в 1936 году с крестом разлученный собор не закрылся на полвека. В храме был склад, колокола переплавили на металл, колокольню взорвали. Одно из самых великолепных архитектурных сооружений Казанского края обрело свой первоначальный облик и было возвращено верующим в 1990 году. Колокольня была восстановлена на средства часового завода. Мы снимали праздничную службу в Сретене, что на церковнославянском встреча, ради встречи с этим улыбчивым отцом Сильвестром, настоятелем собора, с чьей помощью он ожил. Сильвестром, настоятелем собора, с чьей помощью он ожил. Сильвестром, настоятелем собора, с чьей помощью он ожил. Совершается улица Карла Маркса кладбищенской воскресной церковью, до 43-го служившей острогом для врагов народа. Милая привычка в провинциальных городах – поздравлять встречи. У нас сегодня праздник. Вочим, Сретене Господне и День вывода войск с Афганистана. У нас возложение венков, поздравлей будет сейчас. В Афганистане. Много народа погибло. Привет! Привет, мои родные! Вот все бери, я же флаг держу, ядреный ваш. Давай, давай. Дайте мне один. Один, отпусти. На, концов. Смирно! В честь 28-й годовщина вывода войск из Афганистана считаем открыто. Евгений! Ура! 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 Уважаемые гости, чистопольцы, тот, кто не знает своей истории, он не знает своего будущего. И это, конечно же, чтобы в будущем и настоящем подобных действий никогда не проходило. Мы молимся, мы просим у Бога, просим у Всевышнего Аллаха, что те, кто погиб в землях Афганистана, кто не смог вернуться, и тот, кто вернулся, здесь погиб, молимся за них, чтобы их не души были. Раю, успокоенные, у Рунара, Жанна Табусан, и мы не должны это забывать никогда. У нас ребята-чистопольцы остались там, они в наших сердцах, мы всегда вспоминаем, у нас есть книги, у нас есть вспоминания, у нас есть памятники, чтобы мы никогда в свою жизнь никогда не брали в руки оружие. Это мое пожелание, это от имени Совета ветеранов. Поздравляю всех, всех с таким праздником, чтобы никогда не было войны. Минуту молчания, головную вору снять! Вольно, спасибо! Минуту молчание, головную вору снять! Роман Орлов. Погибший в Чечне. Николай Орлов, его отец, и Михаил, его дядя, привели нас к памятнику афганцам. И следы засыпали, ой, метели шумные, ой, снеговы белые. Что же вы задумали, что же вы наделали у крыльца высокого встретила я... А через несколько дней волонтеры-поисковики, их благородный труд не прерывается с течением лет. Собрались на новгородской земле у могилы Всеволода Багрисского, погибшего здесь 26 февраля 42-го. Юный поэт не успел стать 20-летним. Я знаю, что каждый в эти часы вспомнил все песни, которые знал. Вспомнил о сыне, коль дома сын. Звезды февральские пересчитал, ракета всплывает и сумарок рвет. Теперь не жди, товарищ, вперед. Его документы и листок со стихами, пробитые смертельным осколком, хранятся в Аргали. Его первая книга вышла в 60-х. Волонтеры отыскали и след Мура и Фрона у деревни Друйка в Белоруссии. Я веду жизнь простого солдата, разделяя все ее тяготы и трудности. История повторяется. И Жюль Ромен, и Дюамель, и Селин тоже были простыми солдатами. И это меня подбодряет. В стройке из письма за три дня до смертельного ранения 7 июля 44-го. Ему тоже было 19 лет. «Мальчиков надо баловать. Им, может быть, на войну придется», – говорила в его детстве мать Марина Цветаева. Дневники Мура стали бестселлером 2000-х. А веселый Никита Шкловский, тоже из Чистопольской школы, пошел в лейтенантское училище и погиб при штурме Тёнигсберга за месяц до победы, оставив такого же, как чистополец Николай Орлов безотешного отца Виктора Шкловского, одного из блистательных литераторов ушедшего века. Хранители памяти прошлого среди самых желанных профессий музейного города. Наталья Корнева профессию выбирала с детства. Вот она слушает краеведа Нина Степановна. Субтитры создавал DimaTorzok Работники музея – мастера на все руки. И зал оформить, и сплясать, и блины испечь – все сами. Сторонних затейников не приглашают. Масленица – череда детских праздников. Масленица – череда детских праздников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только, а вы что, вы хотели по десять, что ли, ребятки? Дорогие мои, домой придете, родителям скажете. Вся неделя масло. Гостиная купеческого особняка начинает жить ранним утром, до начала рабочего дня. Репетиция ансамбля «Зеленый берег». Их песни звучат в нашем фильме. А во лу моем знай, звезды горят. Правый рученький рай, левый рученький ад. Есть и шелковый пояс от всех мытарств. Головою покоюсь на книге царств. Много ли нас таких на святой Руси? У литров спроси, у волков спроси. Так из края в край, так из града в град. Правый рученький рай, левый рученький ад. Рай и ад намешаю тебе в питье. День единый теперь, житие твое. Проводи, жених, до седьмой версты. Много нас таких на святой Руси. Школа академического рисования, сокращенно шар, которую ведут на Илья Никмедзянова и Ольга Пескунова. Шесть лет студия скиталась по съемным углам, пока дирекция музея-заповедника не отдала им для занятий бесплатно помещение в старинном особняке. На тех же условиях живут здесь все творческие объединения. Концепция Государственного музея-заповедника в Чистополе была проработана и предложена властям музейщиками из Елабуги, Ольгой и Александром Печенкиными. И неожиданно была принята с энтузиазмом. Это как раз тот случай, когда семейственность в государственном учреждении ему во благо. Александра в роли директора я знаю четвертый год. И всякий раз, приезжая сюда, замечаю, как он продвинулся, расширяя культурное пространство города. Представляете, это большое хозяйство, большая территория, огромное количество зданий. Только за последние два года нам передали 13 зданий из города. 140 объектов культурного наследия, которых нужно сберечь. Здесь мы работаем и с жильцами, убеждаем их убирать рекламу, кондиционеры. Конечно, не все принимали эти наши идеи, но руководство города нас поддержало в этом. В историческом центре мы убрали практически всю лишнюю рекламу и установили вот такие баннеры. Баннеры с историей. Людям очень нравится, они останавливаются и читают. Таким образом эти баннеры несут просветительскую роль. Мы начали с того, что установили знаки туристской навигации на русском, татарском и английском языках, чтобы туристы могли прочитать информацию о музее, об объекте культурного наследия. Сейчас Тисполь стал центром поломбинского туризма и литературная тема их очень привлекает. Для туристов, для жителей города мы сдаем многочисленные буклеты. Вот одна из последних изданий – это карта, где обозначены объекты культурного наследия, расположенные в историческом центре и музее-изповеднике. Вот совсем недавно прошла ночь музеев, и более двух тысяч жителей города посетили наши музеи. К ночным деням город не привык, потому объявленная по стране ночь музеев в Чистополе прошла при свете дня, правда, до позднего вечера. Жемчужина коллекций, деревянный велосипед, выточенный крестьянином Мельниковым на заре прошлого века. Атрибуты купеческого быта напоминают о былой неспешности жизненного уклада. Коллекция самоваров в хранилище музея. Слово «купеческий» нередко бытует у нас с легким оттенком небережения, как знак сомнительности вкуса. Меж тем, в купеческой стране России этим сословием было создано столько приказов, что его не удалось до конца истребить десятилетиям. Отцы города, кому он обязан основательностью своих особняков, церквей, служебных построек. Субтитры создавал DimaTorzok Днем из окон дома учителя были слышны всплески детских голосов. К закату длинного музейного дня дом опустел, оставив скучать до утра чудо-дерево и рукомойник Майдадыр с выставки Чуковского в гостях у дедушки Корнея. Чистопольским художникам живется вольготно. Дом учителя с удовольствием открывает им двери для сезонных выставок. Павел Самойлов уже сменил зимнюю экспозицию. Его пейзажи воспевают красоты при камне. На этих латунных страницах имена 10750 чистопольцев, погибших в войну, то есть почти половина довоенного населения города. А начинается Аллея скорби лаконичным памятником жертвам репрессий. Только темно-красный гранит и колючая проволока. Субтитры создавал DimaTorzok Рыба, часы, ручной работы сладостей, вязаные изделия и даже книги своих стихов все с надеждой продать выкладывается к прибытию каждого теплохода. Кризис закрыл множество некогда прибыльных предприятий. И потому приходится искать хоть какие-то возможности заработка. Продавцы неназойливы, стеснительны. Может быть, это самое невесёлое из нынешних зрелищ. Наверное, так же, стесняясь, во время войны стояли со своим добром на рынке наши матери. Впрочем, этот причал знает и радостные встречи. В 85-м здесь высадился десант благодарных поселенцев 40-х. Виктор Буков, Нина Федина, Юрий Томашевский, Лев Ашанин. Организаторы встречи Нина Харитонова, Геннадий Муханов, Наиль Балеев. Встреча продолжилась первой ёмкой книгой о писательской жизни в Чистополе, сложенной Геннадием Мухановым. «Живо и непосредственно, и всей душой мне, собственно, только хочется в Чистополь и в Оксфорд». Борис Пастернак. Это признание подтверждено письмом Авдееву, откуда и взяты эти строки. Пастернак вернулся. Памятник в Скорятинском саду как раз напротив окон его комнаты. Памятник в Скорятинском саду подверг. Продолжение следует... Скажите слово «чистополь» или по-татарски «чистай», и улыбка останется на ваших губах. Когда в своих воспоминаниях я к чистому подойду, я вспомню городок в Геранях, я вспомню городок в Геранях и домик с лодками в саду. Я вспомню отмели под сплавом и огоньки и каланчу, и осенью предрекоставом, и осенью предрекоставом перенестись к вам захочу. Каким тогда я буду старым, как мне покажется далек, ваш дом, носом добавший жара, как разошенный камелек. Я вспомню длинный стол и зал, где в мягких креслах у конца таланты братьев завершала, таланты братьев завершала, усмешка умного отца. И дни авдеевских салонов, где лучшие среди живых, читали Федин и Леонов, Тренев, Осев, Петровых. Забудьте наши перегибы И чтоб полней загладить грех Мое живейшее спасибо За весь тот год, за нас, за всех Забудьте наши перегибы И чтоб полней загладить грех Мое живейшее спасибо За весь тот год, за нас, за всех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok